Снег, белый, небо голубое, а в своем лучшем обличии зима предстает перед нами вовсе не на магистралях и не среди многоэтажек, а на природе. Есть в пригороде Хабаровска места, где можно активно, используя для здоровья, провести время. Сергей Щербаков расскажет, куда податься новичку на горных лыжах. Хабаровск, конечно, нельзя назвать горнолыжным курортом. Но предпосылки к этому все же есть. Здешний спуск не самый длинный и не самый крутой, но для того, чтобы получить свою порцию адреналина, этого достаточно. Конечно, боялись. И вообще не понимали, а надо ли это делать. Может, все-таки на Тюбин как-то боялись кататься, а тут еще горные лыжи. Ну, в общем-то, любопытство берет верх. Ну, изначально были опасения, то есть как-то и все вместе сидим в домике, в тепле. А потом я подумал, что сидеть на одном месте как-то неинтересно, нужно пробовать что-то новое. Думаю, что получится все здорово. Должно понравиться. Шансы на то, что первые занятия горнолыжным спортом всем понравятся, заметно повышаются в присутствии опытных инструкторов. Главное на лыжи горные вставать и начинать с инструктором. Потому что если без инструктора, то можно и отвращение получить горным лыжам. А если начинает человек с инструктором, то никаких проблем вообще не возникает. Примечательно, что этот вид спорта подойдет любому. Профессионалы и любители вниз катятся при помощи одних законов физики. А мастерство владения лыжами и палками – дело наживное. Главное вовремя понять, что это твое. Остальное приложится. Горные лыжи – вообще любое экстремальное увлечение. Ну, это на мой взгляд. Там нет серединных положений. То есть, либо ты погружаешься в этом с головой, и это становится образом жизни. Ну, либо понимаешь, что это не твое, и не лезешь. Сергей Щербаков, Илья Цапов. Для программы «Настоящее время».